Рассия Меня здесь русским именем Когда-то нарекли Гляжу в озера синие В полях ромашки рву Зову тебя Россию Единственной зову Не знаю счастья большего Чем жить твоей судьбой Грустить с тобой, земля моя И праздновать с тобой Красу твою не старели Ни годы, ни беда Иванами да морями Гордилась ты всегда Не все вернулись соколы Кто жив, а кто убит Но слава их высокая Тебе принадлежит О, земля моя И праздновать с тобой Почтальонка идет Почтальонка Здравствуйте, вам нет писем И вам ничего нет Здравствуйте Вам опять ничего нет Здравствуйте 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 Вам только газета О, господи Здравствуйте, вам письмо Казенная Казенная Вы не волнуйтесь Из госпиталя Значит, жив Сама боюсь Иришка Почитай Почитай Здравствуйте Уважаемая Анна Васильевна Пишет вам комиссар Госпиталя Ваш муж Старшина Филимон Колесников Совершил Геройский поступок Во время Его поступления В госпиталь От зажигательной бомбы Вспыхнул пожар И раненый Филимон Колесников Геройски Вел себя При тушении За что Был награжден Орденом Красной Звезды Он у меня Такой Он у меня Такой Ну что ты, Рия Раз в госпитале Значит, жив Вот Я в гражданскую Вольну Ура, чувствуете, Леонда Молодец Ну не плачь Здравствуйте Здравствуйте Вам письмо Спасибо Моя милая Дорогая Наташка И дочка Леночка Моя милая Дорогая Наташка И дочка Леночка Мы попали в окружение И поэтому Так долго не писал Но сейчас Вышли к своим И снова Бьем фашистов Вот дела Как вы там живете Ты, Наташка, просила Прислать тебе Фотокарточку Для Леночки Но сфотографироваться Здесь негде Поэтому Посылай вам С Леночкой рисунок Рисовал мой товарищ Правда Похож не очень Но переделывать Нет времени Через полчаса В бой Жив буду Сфотографируемся Вместе После войны Целую Твой Андрей Сфотографируемся 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 Клаш А тебе Сфотографируемся 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 А, Федька-то наша Нет, нет, не верю! КОНЕЦ С победой! Поздравляем с победой! КОНЕЦ Беремон! Беремон! Здравствуй, Захар! КОНЕЦ Андром! Адель в гену! Ой, а ты сомневался! Смотри! Адель в гену! Адель в гену! Адель в гену! Где ж мы, где ж мы, отчекай! Гвардеец! Здравствуй, проф! Здорово! Слыхали! Слыхали про твои геройства! Ну а чушь! Вы здесь, а мы там! Здравствуй, Егор! Здравствуй! Ну ладно! Вот и все! Патер, здорово! О, мужик! Здравствуй, проф! Здравствуй! А Андрей, ты мой где? Да ты Леха, Некон! Вон там, в классном вагоне! Ну пошли! Здорово, Клавдин! rain dengan Дядя Филина, Федора мы его не видели! Здравствуй, Клава! Ух ты, как выросла. Надо же. Здравствуй, Иришка. Здравствуйте. Здравствуй, дядя Низа. Егор. Здравствуй. Смотри-ка, Анисим совсем постарел. Две похоронные за войну получил. Сперва зять под Сталинградом убила, а потом и дочь. А тять один остался. Внучку Иришку теперь воспитывает. А Устин как? Чего, бригадирит. Слыхал, я давненько вернулся. В 43-м. Как похоронная на Федора пришла. По ранению, что ли? По болезни. Гляди, видишь, какая пшеница стоит. От всего этого Устин тоже в стороне не стоял. Чего зря говорить. Да, досталось вам. Не сладко. Все эти годы на своих плечах землю бабы держали. Забыли вкус настоящего хлеба. Плакали, доработали. Забыли, как детей рожают. И ни одна машина с ними потягаться не могла. Машине-то тех уход. Техосмотр нужен. А баб без техосмотра. Машине-то тех, кто-то двигает. Машине-то тех, кто-то наполette. Машине-то тех, кто-то имBar. Например, кто-то хорatos. Продолжение-то тех, кто-то колhi на своих плечах. Плакали,boxing-то тех, кто-то оттекает. И своё девушка завожала я, Всю ночью прощаемся, Наконец-то вза... Счастливый ты, Назаха! Пошли! Ну, пошли! 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 Пойдём на улицу! Ну что, сапёр, даю тебе три дня понежиться, а потом на работу. Школу надо строить, мост надо строить через Светлиху. Ну, в общем, вот делов! Будь здоров! Музыка Совсем разучилась в них ходить. Музыка Андрюшка, Ты совсем седлой. Совсем седлой. Совсем седлой. Музыка Ну, конечно, потопил. Куда же наденется-то? А потом ещё одна история была. Ну, ладно. Ира! Ух ты! Это кто ж такая-то? Не как Варюха Морозова? Она самая. Скажи, какая стала-то? Не узнать тебя, Варюха. Музыка 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 Дети, Марийка, Игорёк, Серёжка, бегом скорей собираться! Мы идём, Марк Митриевна! Идём! Здравствуйте. А ребятишки где? Да собрались, вот сейчас прибегут уже. Да спасибо, у нас ведь всё уже есть. Ну, решили насчёт Мишки. Не могу я, Захар Захарович. Но они ведь все мне как родные стали. Да и мужа я их всех описала. Он их каждого в обличии знает. Могу, Дмитрий. Нет, не могу. Мишке-то ведь к вашему мужу привыкать ещё надо. Прикипел он ко мне, сами видите. Да не терзай ты себя и меня. Дядя Захар! Мишут, Мишут. Пойдём-то. Ну, скажи, ты хочешь? Хочешь остаться здесь, Захаров? А можно? Можно. Можно, можно. Ну, поехали. Дети, на машину залезайте быстро. Катя, Марина, ну. Ну, садитесь, ребята. Пойдёт машина, держитесь крепче. Ну, где же вы? Ну, Мишутка. До свидания. Давайте прощаться. До свидания. Не болей. До свидания, Маринка. До свидания. До свидания. Поехали? Давайте. Ну, как приедете, напишите. Обязательно. Я там не легала. Да, да, Мария Дмитриевна. До свидания. До свидания. До свидания, Миша. Клаш, садись, подвезу. Опять на станцию ходил. Не вернётся он, Клаша. Все сроки вышли. Я ж вам говорила, не надо мне это. И не приду я к вам в молитвенный дом. Не приду. Придёшь, доченька. Придёшь, милая. Ты пойми, моя хорошая. Бог до сих пор поддерживал тебя. Надежду на возвращение вселял. А ты его. Уйдите без тебя, Макаровна. Не дай, Господи, чтобы он от тебя отвернулся. Уйдите. Не дай, Господи. Уйду. Не рассержусь. А тебе и нужно-то только зайти да помолиться. Раз, другой. И вернётся наш Фёдор с Божьей помощью. Вернётся. Ну, оставьте. Оставлю. Оставлю, доченька. Что неясно, объясню. А если ничего не найдёшь для облегчения души своей, обратно заберу. Но ты найдёшь. Обязательно найдёшь. Ты только почитай. Внимательно. И найдёшь. Обязательно найдёшь. Обязательно найдёшь. Видишь? Опять Пестимея сборище устраивает. Не как Клавдия. Не может быть. Клавдия Никулина! Не уж так Пестимея молиться ходила. А? Ну, что ты молчив? Сама не знаю, как получилось, Захарыч. Правда, не знаю. Всё одна да одна. Пять лет уж скоро одна. А Пестимея твердит, хоть погиб Фетенька на фронте, а для нас он живой. Поверишь, в Христа воскреснет. Вот и зашла. Ради любопытства. Пестимея Макаровна. Пестимея Макаровна. Пестимея Макаровна. Мы, кажется, с тобой договорились насчёт молодёжи. А ты опять? Ты, Захар, напраслину то не возводи. Какая она молодёжь. Вековуха. А Варька? А Варьке-то не указ. Она моя дочь. А коли на то пошло дело каждого, верить в Бога или нет. Свобода совести по вашему. Вон и клашку не на верёвке сюда привели. А западёт хорошее слово душу. Согреет теплом божественным. Варвара. Пойдём. Ну ладно. Пестимея Макаровна. Не надо, Клаша. Успокойся. Иди домой. Простите. А Варьку мы этим не отдадим. Ну, Пестимея, с Варькой глаз не сводит. Не сводит? А мы что-нибудь придумаем. Ну, вот как хорошо, что я тебя встретил, Варь. Значит так. Давай-ка завтра в тайгу собирайся. Там у Мироновны много едоков прибавилось, одно ей не справится. Будешь ей помогать. Хорошо. Захар, из Москвы ответа не получал? Да что ты, Тимофей. Если б Москва одних Мишкиных родителей разыскивает. Ещё раз написал. На ферму, что ли? Ага. Пошли. Ну, чего тут думать, Устин? Чего тут думать-то? Всю бригаду на капусту посылать. Здравствуйте, товарищ. Давай, бери. Кролу и лошадей всех. И рубить капусту. Возить дороги. Устин Акимович, а как же я? У меня молоко скисает. На чём же я посылаю? Дай зорьку ей. Пусть она молоко возит. Она хромает. А с картошкой что делать? Куртак, тут не ешь? На что делать? Своими силами придумайте что-нибудь. Везент растяните. Я не пущу свою дочку. Какой умный. Придумал. Девчонку на раскорчёвку лез. Работы мало в деревне. Это уж моё дело, кого куда послать. Отвези им 400 литров керосина. И ни одна Варька будет на Корчёвке. Мироновна там. Одно ей не управится, вот твоя дочь ей поможет. Я говорю, не пущу. А я говорю, поедет и сегодня же. В доярке Варьке нельзя, в свинарке тоже. Ты чего за неё боишься-то? Федьку вот хотел в своё время от людей отгородить. Поедет Варька. Ты уж её извини, Захар. Ворона. Каркает сама не знает чего. Это ты правильно придумал. Пусть Варька к людям едет. Начинаем просеки, давай! Здорово, Мироновна! Егор! Откуда? Вот езжу по лесу. Ищу, где какой клочок можно хоть литовками выкосить. И Захар тоже ездит. И все бригадиры. А у тебя не как повар новенький? Захар прислал. А-а-а! Налей кварь в мужику-то, а то ведь сам не спросит, стесняется. Корчуете, значит? Ага, корчуем. Та куда ты? Полна бочкой. Да все равно. О, Господи! Помоги мне, грешный! О, Господи! Зачем он так на меня смотрит? Варь, скажи, чего ты пугаешься меня, а? Вот и я. Не дай Бог, уедет кто-то. Я, между прочим, Варвара, ради тебя заглянул сюда. Вот уж. А ну, конечно. Сейчас поеду, вот. А как сосмеркается, вернусь сюда, а? А, выйдешь? Да. А зачем? Ну, я и сам, конечно. Мне уж годов-то много. По свиданиям вроде неловко шастать. Засмеют мужики, коли узнают. А и выйдешь? Нет, ночью нет. Выходи ночью. Днем-то мне совсем стыдней. А? Нет. Я в Бога не верю. Густин, он отец твой. Безбожник. А всю жизнь с матерью твоей прожил. Так, слышь. Я подъеду. Я подъеду. Густин, я отец твой. А что?! КОНЕЦ Господи, пусть оно едет. КОНЕЦ Прогноз там не изменился? Нет просвета? Останемся мы, однако, без сен, Захар. Чем скот зимой кормить будет? Кукуруза и так гнить начинает. Вот я и распорядился лысовать. Ну, за это тоже. Поголовка не погладит. На иного выхода я Филимон не вижу. Потом поздно будет. А отвечать и так редак придется. А Фрол, да, а? Что-то неладное с ним видишь. Вести везет, а голову всю жизнь на бок, как пристежная. Со стежкой у него. Про злады идут. Сдается мне, что-то мучает его, гложет. Что с мужиком? Это сено, ну и не все жилы вымотало. То разгребает, то собирает. Да ты-то помолчала бы. Люди и так с ног валятся, а ты... Слышь, Андрон. Че? Вот сколь себя помню. Сроду такого гнилого лет не было, честное слово. Ты не помнишь, а я помню. Дожди тогда все сено погноили. Ну да. Зимой такой падешь, скота был. Вот боюсь, как бы это зимой тоже. Ну, чего ты городишь-то? Ты лучше скажи, что делать надо, вот что. Сено спасать надо. Вот. Клещемся, а толку мало. Этот дождь, может, до самой зимы будет. Уж цельный месяц ворочает. Вон, какую войну выиграли, а с природой сладить не можем. Гниет сено, да и все тут. Одним словом, напрасненно. Надоело все. Дядя Антик, завтра солнышко будет, вот увидите. Да и Захар Захарович обещал народ прислать. Гниет, как в болоте. Он каждый день обещает. А где их взять-то? К ночи на яйца сесть, да к утру вывести. Они все обещают только. Примечаю я. Звонит колокол, а люди не крестятся. Чьих слов звонишь-то? Пустобрёх. Председатель, о газетах вот про бомбы сверхвозможные пишут. Про эти, про атомные какие-то. Для устрашения, может, это полезно, а только не без причины неба утечку давать стало. Вон какие дожди идут. Сомневаюсь я, чтобы мы все вручную это смогли сделать. Сомневаюсь. Что же мне? Отцы? Благодетели. Вот я сегодня цельных день думаю. Ты мне разъясни, председатель. Почему это инженеры вот такую машину выдумали, чтобы седа собирать? А раскидывать нет. Разъясни. А народ, вот он, надрывается. Жилы, ребён. Вот что ты молчишь, Устин Акимович? А что я скажу? Вон у нашего председателя голова покрепше. Он пусть и думает. Вам за это панфары. Панфары. Ну ладно, Ломоносов. Панфары. На всех собраниях. Бить барабаны будут. Так что же, председатель. Я зазря свою спину ломать буду. Нет. Всё. Вадят спину гнусь. И пуп надрывать. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Один руководит. Другой руководит. От руководства спина не болит. Устин Акимовича руководители. Где мой персональный инвентарь? Давай-давай, дед, пошевеливайся! Ты чего чешешься? Парыжий дождик, вот и чешешься! Чего разошелся-то, а? Сено, все одно гниет, его не перекидаешь, и это сено. Что, опять перекур устроил? Сучать тут ногами всякие, словно их, на голые коленки щупают. Молодые, извиняюсь. Кто по проездам впервые в этом сезоне на нашем пароме, прошу вниманию. А верно тетка Пистемея говорит, что ты, брат мой во Христе, уводного крещения еще не принимал? Кто же мне, брат, нашелся? Пес Шелудивай, твой брат. А, не сподобился еще, значит? А как же ты тогда к Пистемеи в ихний молебственный дом похаживаешь? Отстань! Нужно оно мне это мокрое крещение. А я так думаю, дядя Илья, что глаз Божий тебя уже коснулся. Хотя ты этого еще пока и не чуешь. Не чуешь. Я все чую. И я вот и все чую. Вот и эти работнички нашли сельпо. На днях ухват покупал. Они его шварки наприлавали. Я говорю, вы заверните. Мне бумаги нет. Коли пришел в трудящийся колхозик, ты его должен культурно обслужить. А, ай! Ай! Что такое дядя Илья? Ай! В чем дело? Чую! Ай-яй! Ай-яй! А-а-а! Обыкновенная самодеятельность. Известный артист, купи-продай, исполняет оригинальный танец! Ай-яй! Обыкновенная самодеятельность! Горю, Илья! Жить-ка! Горю! Скидывай штаны, ведь сгоришь лишь не с ними! А-а-а! 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 Прыгай в воду, Илюха! Скорей! Прыгай, прыгай, дядя Илья! Охладись немножечко! Веревку! О, веревку мне! Веревку! А-а-а! А-а-а! Штаны новые! А-а-а! 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 Чёрт чубастай! Антифриз! Веревкулёзом заболею! Огром в жизни! Под чего он платить будет? А я проживу долго! Мишка! Пущай, Илюха! Свою желчь прополочь! Не падай духом, дядя Илья! Кто готов, чтобы не кинуть в беде хорошего человека? Ну ты, артист, ты балуй, да знай меру! Стануя-уй, я, стануя-уй! Веревкулёзом! Стануя-уй! Стануя-уй, я! Стануя-уй, я, стануя-уй! Стануя-уй! У-у-у-у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у! Легче, ты тоже хороший! Пацаны, я нас Mc ALLI dropped you на производстве! Давай всё шейте вон апельце! С греченицем, дядя Илья, Как водичка святая? Погоди, я донос в комсомол напишу! Тебе не так? Давай, давай, давай! Верёвку снимай, снимай, снимай! Вот как без семей обратно, помогли ей! Ты ещё! Ты ещё Захара проинформируй! Чёрт! Отсидеть! Всё, девушка! Сучат тут ногами всякие, будто их щекочут за обгорелые места! Ты смотри! Защитник-то какой! А где Ирка? Ирка? Она ушла, взяла книги, ушла! А что она взяла? Она взяла Пушкина взяла, некрасовую! А мне дай тогда графа Монте-Кристо, дюма, отца! Приветствую вас! Зашли просветиться! А! Твой смертельный враг идёт! Кто? Тётка Пистемея! Она в народ опиум вливает, а ты его выкачиваешь! Привет! Формуляр-то дам! Чего по ночам шляешься? Фу, напугал как! Не спится, что ли? Да вот сполоснуть надо! В темноте ты много не наполосишь! А в другой раз времени нет, сам знаешь! Караулишь только вот тут? Тебя жду! Прогалились бы вы все, что ли! А ты не сердись, Фрол! Сдается мне, что сам на себя сердишься-то! Наговорил тогда лишнего! А теперь поди совестно перед самим собой! Я такого-то разговора в контору бы могла пригласить! Член ведь правления теперь! Ведь не придёшь! Конечно, не приду! Так что уж давай! Совести здесь! Эх ты! Ничего ты не понимаешь, Фрол Петрович! Я всё думаю, Фрол! А чего ты такой? Какой? Да, сколь я тебя помню! Угрюмый! Нелюдимый! Ишь ты какая приметливая! А чего это ты ко мне в душ-то лезешь? Кто тебя просил? Да никто! Сама! Сама? Да не только я! Он все подмечает! Чего это вы ко мне приглядываетесь? Чего он от меня надо? За то, что у вас, вот у тебя, к примеру, не только будни, но и праздники бывают! Моей, значит, жизни позавидовал! Эх, Фрол! Слушай, Памзия! А чего это ты вдруг со мной такой разговор завела? А? Не знаю! Жалко мне тебя! Жалко? Чего это? Вот ты смотришь в реку и видишь, только мутную воду! А человек должен еще облака в реке видеть и звезды! Ишь ты! А ты когда находишь время-то глядеть на них? Все трудодни и зарабатываешь! Куда тебе одной-то много денег? А впрок коплю! Вот вернется муж, чтоб до конца жизни ему денег хватило! Посажу его в комнату, окна завешу, мухи сесть не разрешу и любить буду! Отлюблю за все годы, что жду его! Ну да! Ты любить-то умеешь? Тебе еще по делу учиться надо! А сам-то падей не любил-то никогда! Живешь как с похмелья! На себя хомут-то надень! Видать, тебе на роду это написано! При таких орденах и конюх Я бы 10 хомутов на себя обнадел И повез бы Если бы только мог видеть Как облака в реке плывут Как звезды в воде купаются Ты что, совсем рехнулся на своей конюшне? КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, дорогие мои относельчане Еще один послевоенный год позади Трудный это был год, сами знаете Много трудностей, где сейчас не трудно, правда? Ведь не сразу После такой огромной войны Страна на ноги станет Но мы знаем, что станет и быстро Порукой тому геройской труд Всего народа АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, проходи, проходи, Петр Иванович Чего ж ты опаздываешь, да? Здравствуйте, товарищи Вот, приехал к нам на праздник Редактор районной газеты Петр Иванов Смирнов Неспроста приехал Хочет книгу о нашем колхозе О нас с вами написать А пока я вам районных артистов привез Вот, спасибо Все мы знаем Как воевали в гражданскую наши относельчане Как они Вместе с Марьей Вороновой Создавали коммуну Одну из первых В Сибири Как отличились Великую Отечественную войну Наши земляки Зеленодольцы О них в этой книге Должно быть первое слово Антип Никулин закончил войну В Берлине Лихо сражался в морской пехоте Егор Кузьмин И ныне они впереди Хорошо работает в колхозе Фрол Петрович Курганов А как он дрался с фашистами Говорят его Боевые ордена После победы Переехал к нам в колхоз Андрей Лукин Герой-фронтовик Под Сталинградом Погибла дочка нашей первой председательницы Ольга Анисимона Воронова Все мы знаем Как воевал на фронте Федор Морозов Ваш сын Устин Акимович Бесстрашный разведчик Который? Морозов Павший от вражеской пули Не дожил Федя Морозов До радостных дней победы До нашего сегодняшнего торжества Варя Кто? Это я Что ж ты дома? Тебе выступать Мы же договорились Нельзя мне Меня мать не пускает Да давай ключ Я тебя открою Не могу Егор Егор там Он ждет тебя Я боюсь Да давай Не бойся Дядя Хар Дядя Хар Бесстимея Макаровна А варюха Ну молодец что пришла Раздевайся Ну как артист Готова? Готова Что случилось? Ой дядя Хар Замучилась я с ней Плачет и все Мать ее на замок замкнула С трудом открыли Поговорите с ней Она ведь первая выступает Подожди Ты че? Не могу я стихи читать Почему? Вот чудачка какая Да ты не бойся Не дадим Мы тебя в обиду Господи Что же теперь будет? Да ничего не будет Вот смешная какая Ты посмотри Защитник то у тебя какой После перерыва Состоится концерт Районной нашей колхозной Самодеятельности Будуще Ну и хорошо Ничего у себя Отгрохали хоромы Нравится? Нет Это называется Внеплановая стройка Устина Кимыч Здравствуйте Давно мечтал Познакомиться с вами Так вот вы какой Отец моего разведчика Вы знаете Наша часть освобождала Эту усть Каменку И Федор погиб Вот там его и похоронили Вы знаете Я вас представлял другим Без бороды Да бороду сбрить можно Да Конечно Только сына этим не воротишь Не воскресишь Чего это он так На меня посмотрел А по-другому Он не умеет Ну что-то сегодня понятно Все-таки оценишь Ларе Чего-то он и Мне Захар тут В гитлеровский Гестаповский архив Попался Федор-то кто-то Из ваших краев убил Вот фо-фо-фо Сейчас Фомичев Фомичев какой-то Да вроде нет у нас Фомичевых Нет Ну фамилии-то можно Переменить Начинаем концерт Художественной самодеятельности Колхоза Рассвет Сейчас Варя Морозова Прочтет стихотворение Симонова Жди меня Варька, начинай Давай, Варя Не тушуйся, Варька Смелее, Варюха Смелее Варька, начинай Да не бойся ты Жди меня И я вернусь Только очень жди Жди, когда наводят грусть Желтые дожди Жди, когда снега метут Жди, когда жара Жди, когда других не ждут Позабыв вчера Жди, когда из дальних мест Писем не придет Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет Жди меня И я вернусь Не желая добра Всем, кто знает наизусть Что забыть пора Пусть поверят сын и мать Кто, что нет меня Пусть друзья устанут ждать Сядут у огня Выпьют терпкое вино Напомин души Жди И с ними заодно Выпить не спеши Жди меня И я вернусь Всем смертям На зло Кто не ждал меня Тот пусть скажет Повезло Не понять Не ждавшим им Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня Как я выжил Будем знать Только мы с тобой Просто ты умела ждать Как никто Другой АПЛОДИСМЕНТЫ Кто там? И я это. Че тебе? Зачем это ты? Ну, ты зачем? Ну, тогда у реки. Уходи, Таврус Петрович. Ради Бога, уходи. Будь ты седой весь. А я считаю, все из мыслей седой. Я Федю жду. Уходи. Снег, однако. Снег, говорю, завтра упадет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...